А вот то, что 93% не было правильно, у нас это никак не взяли. Та же кафедра, та же академия, и с темой занятия, глядя на наше количество, я хотела бы с вами посоветоваться. Обе темы входят в реестр в программу, обе темы там обозначены, обе темы связаны и с переводом как таковым, и с вниманием к отдельным вопросам русского языка и переводным ключей своего вопроса. Но, если у нас так мало, и если мы, в общем-то, можем более реальное, какое-то более нужное дело сделать, то могу бы, к вам предложение, посмотрите, пожалуйста, чтение, какой официальный вид учебной деятельности. Сусловые чтения, то, что сегодня раскреповано по всем программам, для всех учителей, от обязательных актов, по ВГОЗ, да и не по ВГОЗ тоже, или та литература с информационно-коммуникативным аспектом, с языком непосредственно, на каких-то... Как вам кажется? Просто пожелание. Готовим лагерь. Мне кажется, чтение более востребовано. Если у нас маленькая аудитория, то аудитория, мы можем, конечно, сделать то, что нам уже следует, мне так кажется, как я рискую. Поэтому тогда о чтении, как-то зовут, о чтении, о чтении, как универсальный вид учебной деятельности, который позволяет нам всем работать с информационным блоком, любым, согласитесь, что любая литература. Читаем ли мы ее самостоятельно, для удовольствия, для получения знаний, для каких-то других иных целей, для, допустим, проведения времени, для того, чтобы подготовиться к чему-то, то есть такой практический, кубопрактический аспект, для того, чтобы перевести ее, она все равно требует чтения. Требует чтение, которое связано со всеми видами ситуационной переработки любого текста. И поиск, и извлечение из лазерного источника, и нахождение информации. И то, что мы называем переводом, то, что мы называем переработкой информации, и предъявление, это все и будет процесс какого-то хорошо организованного, правильно организованного, который называется чтением. И вот второй блок с вторичным жанром, связанный уже с вторичным жанром, когда мы на базе первого текста прочитаны, мы нами создаем новый текст, начиная от плана, сокращенный вариант текста, и заканчивая переводом в этой литературе. Вот переводная литература почему-то у вас заявлена в вашей программе, насколько вас требовалось, не знаю, но заявлена. И большие жанры, конспекты, реферат, да, реферат может разрастаться и перестать материалом проектной работы, исследовательской работы, предъявления опять же его. То есть все эти блоки друг кубом смыкаются и, безусловно, рассматриваются во взаимосвязи. И все равно центральное и главное их основы является чтением. Потому что это универсальный вид учебной деятельности, тот вид учебной деятельности, без которого сегодня требований к метапредметным результатам наших стандартных заявленных, без них невозможен результат как-то такой, ни ЕГЭО, в котором мы участвуем, да, и ваши ребята участвуют, естественно, нет, тот вид учебной деятельности, который вообще должен быть осуществлен на каждом уровне. Будь то химия, биология, иностранный, русский язык, что угодно, как угодно. К работе с языком, вы посмотрите внимательно, относятся разные мнения. Это не наш с вами только словесников стандарт или учителей иностранного языка. Это вообще положение, которое записано для всех учтений. И мы в конце смысловой чтения. Что это такое на сегодняшний день и как с этим бороться, да, потому что во все программы записаны, и более того, диагностические, контрольные материалы, олимпиадные наши задания, они все включают в себя еще и такой аспект работы, который именно так и называется. Смысловое – это пальцы к вопросу о переводе. Пальцы неудачные статусы, когда я первый раз ее прочитала, вот стандарт какой-то входил, началось освоение, началось, мне, ну, Господи, всю жизнь считалось, что чтение вообще-то смысловое. Если есть смысловое, значит, и бессмысленное какое-то чтение, или не смысловое, что ли, на самом деле идет к вопросу о переводе нашему, тематическому. На самом деле перевод неудачный с европейских языков разных причем, выделить что-то общее – это функциональное чтение, лицелевое чтение. Чтение, которое связано с тем, что мы выбираем цель, чтение, зачем мы читаем, восприятие текстов идет соответствующим образом. Видите, коллеги, я не прочитываю эти записи, да, проглядывайте их, просматривайте. И, соответственно, и, соответственно, стратегия чтения выбирается разной. Мне нравится это высказывание в лаборатории развития и образования в Герстане о хорошем читателе, который по-разному читает разные книги. Это действительно так. Мы не обращали внимания в своей деятельности на этот вопрос, но вот теперь, можно сказать, благодаря ГОС, по крайней мере, заставляли обратить внимание и как-то технологически обработать отдельные моменты. Если хорошо работали, если с детьми всегда обращали на это внимание, то тогда набили на него просто отдельные какие-то штрихи к портрету, то, что может пригодиться в работе. Виды чтения, то есть те стратегии, которые мы выбираем, связаны с целевой установкой из восприятия текста. И, как правило, терминология может отличаться, но деление, в общем-то, все равно, такое базовое, традиционное, это выборочное чтение и его виды. Поисковое, посмотровое, ознакомительное, сканирующее, дети любят это название. Второй вид связан уже с другим аспектом, с другим видом деятельности. Это чтение изучающее. Оно уже аналитическое, оно уже углубленное, оно уже герметическое, иногда еще и творчеством называют. Вот это два таких крупных блока видов чтения. Идеальный вид чтения – чтение быстрое. Чтение, которое сопровождается и знанием, и технологией чтения, и пониманием, высоким уровнем усвоения, освоения материала. Выборочное чтение, как таковое, предполагает поиск определенной информации с определенной целью, конечно. При просмотровом чтении, что мы делаем? Просмотровое чтение для позволительного ознакомления предисловия, оглавления, рисунки, да, посмотрели, иллюстрации посмотрели, разделы выбрали, аннотацию прочитали. При ознакомительном чтении, чтение, которое производится технически в один заход, в один раз, как правило, как правило, ребенок уже должен понимать, но вообще-то ребенка мы предусматриваем любого читателя. Я сейчас забыла перегрузить, Ангелину можно было перегрузить, поскольку походу сейчас меняла свою тему. Но ангета тоже показывает это, потом вам оставлю, просто в материале не смешно. Один раз прочитал задание наших, текстовое, мониторинговое задание, и ребенку задают вопрос, какова тема, какова идея. Я просто с этим сталкиваюсь, учителя говорят, как он может после одного чтения ответить на эти вопросы. Это глубокие вопросы. Нет. При ознакомительном чтении, то есть технологическом, если это правильно выставлено, ребенок может понять до 70% информации, то есть о чем текст, и какова главная мысль автора, он углавливает точно, и только детали в постепенном опускании. Он не должен здесь запомнить. Сканирование не дается, по крайней мере, в школе, у нас такого цены не вижу, а вот такая литература, для более взрослого читателя, она такой вид чтения называет. Сканировать дети нравятся. Слово знакомое, а из всех остальных наиболее знакомое. Для нас с вами самый такой, наверное, один из самых, наверное, часто применимых способов чтения. Помню, на какой странице, да, вот эта дата. Помню это имя, помню эту фамилию, помню зрительно, и начинаю что делать? Листать и сканировать глазами то, что я ищу, и нахожу, в конце концов. То есть, эти права, и сканировать. Чтение изучающие, любую дню, это уже идеальный вариант 100% понимания информации, и это уже те детали, которые не должны остаться в стороне. Быстрое чтение, это скорость высокая, и высокое качество усвоения. Как это делается, как это фамилируется? Ну, вот, вроде бы, такие громкие слова, и самое главное, что громкие, такие порывы проверить, такие, вернее, серьезные порывы проверить нас на все это, как передаватели. На самом деле, коллеги, мы это и делаем, и очень часто, очень часто, учебники наши, задания дополнительные, на это нацеливают. Посмотрите, пожалуйста, знакомые термины, предтекстовые, предтекстовые, послетекстовые задания. Именно с помощью этих заданий и фамируются, и это чтение. Просто в новых учебниках, в 10-11 классе, такие учебники, являются, пожалуй, учебники, могу один назвать, по-новой, он у вас не применялся, общаясь с самым любым преподавателем и с всеми профессиональными людьми, я понимаю, что вы берете в этот учебник ни до того. На самом деле, это, ну, придет стандарт в старшие классы, однозначно, 10-11 класса, конечно, мы хватимся за него. Сейчас, пока сидим на арфографе, в ситуации, пытаемся, да, почему-то на что-то натаскать, к чему-то подготовить, чтобы те, кто собирается продолжить образование, хоть как-то уложились в эту систему ЕГЭ, да, в 9-м классе, в 9-м классе учебники тоже, насколько мне известно, такие вот, в большей степени традиционные, к которым все привыкли, а там тоже есть масса учебников новых, Рыбченковых в частности, ну, я 10-х Рыбченковых и 8-х, а с 5-го по 9-е, те учебники, которые работают на новые верения, да, на новый стандарт и помогают учителю, стопроцентно помогают сделать то, что может быть на чем не может акцентировать сам внимание, времени не хватает или чего-то еще не хватает, неважно, не может и не может. Поэтому можно обратиться к учебникам, причем обратиться в деталь, что в систему выстроилась с 5-го класса, начиная, а в старших классах это развивать и управляться на серьезные уровни. Что еще здесь можно сказать? Система предсектовых заданий, я говорю, в учебниках она есть, даже в старых наших учебниках, но если нет системы, это две деятельности не реализуются. Система, главное качество система должна быть. Обязательно. Посмотрите, пожалуйста, просмотровые чтения с точки зрения уже технологии, как это делается. Вот цель, целевая установка, обнаружить нужную информацию, получить самое общее представление о теме. Реальная практическая установка. Дети понимают сегодня практическую направленность всего. Вы идете в магазин по уважению ребенка, вам нужно выбрать книгу. Вот как вы ее будете выбирать? То есть конечный результат такого чтения, читать или не читать, покупать или не покупать, подойдет для реферата или не подойдет. То есть надо или не надо дальше с этим текстом поговорить. Будь то книга, будь то отдельный абзац, как угодно. Что для этого делается написано? Какая система вопросов и заданий дается? Они же очень часто при ознакомительном чтении возникают. Посмотрите, пожалуйста. Заглавие есть, как связано заглавие с содержанием изучаемой темы или раздела. Это элемент прогнозирования. Элемент прогнозирования для школы, для вуза на сегодняшний день. Здесь мы очень тесно сейчас соприкасаемся, но и вы из этой парадигмы тоже не уходите. Элемент прогнозирования является очень важным структурным компонентом. И урока как такового. Если ученик не мотивирован, а мотивация какая, начальная мотивация, он должен как-то соотнести то, что ему предлагают на уроке, допустим, с тем, что он сам знает, что он хочет, что он предполагает. То есть элемент прогнозирования это такой классический вариант сегодняшнего урока, работы с любым текстом, с любой информацией. Поэтому, как называется и ваш прогноз, как называется и что вы думаете. Какой Ольга игрок играет, какую Ольга носки играет. А конкретное задание. Мы не смотрят наши ученики обновления, они не начинают циклы, и вообще не будут смотреть вот так вот на эти, лицельно, на книгу, как книгу, допустим, на текст, как текст. Поэтому задание. Посмотри. И обязательно вот не просто посмотри, а рассмотри обложку титула и лица оглавления. Вот здесь вот не дописываю, коллега, потому что не умещается в жанр презентации. Но какой практический вопрос, допустим, сделай вывод, нужно или не нужно читать. Сделай вывод, о чем эта книга. То есть каждый вопрос, каждый задание, предполагает, что ребенок что-то должен сказать по этому поводу, какому-то выводу, какому-то решению принес, то прийти должен. То есть вы поймите себе, пожалуйста, что зачастую эти вопросы просто не дописаны для конца, потому что жанр не предполагает. Но конецовочка быть должна обязательно. Прочитайте по автору книги статьи. Вот если он идет в магазин и хочет купить книгу, автор ему может подсказать, надо или не надо брать? Может, если он знает, да? Если не знает, автор ничего не подскажет. Незнакомый автор, значит, надо посмотреть еще на что-то. Поэтому результат все равно будет практический. Прочитайте аннотацию и опять же сделайте какой-то выбор. Обратите внимание, если учебный текст не условные значки, схемы, рисунки вот такого рода задания. Выделите заголовки и рубрики прямо возможно в виде вопроса. Там, допустим, данные номинативные, назывательные, а их надо в виде вопроса. Для чего? Для того, чтобы вопрос активизировал сознание. То есть перевести в его другую оболочку, в другую форму и активизировать тем самым, раз задаешь вопрос, значит, надо сказать на него ответ. То есть это психология получается. Посмотрите первые и последние абзацы текста. Вот для технологии ознакомительного чтения, например, это вообще самый главный пункт. Вот когда говорят, как понять семя. Строение абзаца, помню, на любом предмете. Первое предложение это ввод в тему, да, это тема фактически, последнее предложение в абзаце это главный. Да? Поэтому смотрю первое предложение и последнее и понимаю, о чем идет речь. А внутри то, что называют в лингвистике вода, в хорошем смысле этого слова, там есть комментарии, примеры, которые мы можем заменить на свои, что у нас требуется везде на всех аттестациях. Это умение универсальной работы с любым текстом в любом возрасте. Поэтому, пожалуйста, поэтому если мне немного времени не нужно, чтобы посмотреть первые и последние либо абзацы, либо главы, но опять же законы. Если нужно узнать, допустим, о чем детектив, ты явно не будешь читать первую главу и последнюю. Тогда все, можно дальше не читать чаще всего. А если вот такая-то другая книга, то можно посмотреть, допустим, по крайней мере, для того, чтобы узнать, какой квент в конце или не какой квент, стоит плакать или не надо. Если я люблю поплакать, то есть ли настроение или условия и прочее. То есть вот на сегодняшний день я остановлюсь сразу здесь, где вы посмотрите, здесь последнее. На сегодняшний день весь наш новый стандарт может уложиться в одно такое слово, символ, действие. Если наш прежний стандарт был стандартом знаний, научи, покажи, дайте знания, дайте, 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 да, то сегодня научите действовать, научите, как сделать. и вот посмотрите, когда вы сразу здесь сама к себе придираюсь, да, в этическое чтение тоже, вы, не усы. Бегло, просмотрите весь текст. Вот задание такое. Пишу ученику или даю усы. Что ученик сегодня, в этическом мысляче, должен нам сказать? Простите, а бегло это как? Покажите, расскажите, пускай мне действует бегло. Это что, мне пробежаться босиком по этому телесу или как? Поэтому сегодня нам надо это все показывать. И это действительно важно на любой ступени. Причем вот на вашей ступени, простите, наверное, наиболее важно. Я знаю, какие, и вы знаете, какие дети чаще всего учатся. Дети, которые что-то чаще всего. Мы знаем, на Олимпиадах мы видим ваших детей в блеске во всем. Я с вами, учителям, тоже не устаю говорить, что можно сделать, если делать. Но в массе есть дети, в коем сейчас везде есть, не читающие совсем, не понимающие, как вообще этот процесс осуществлять. Вот почему нас на бабе еще не заставляют, покажите. У нас сейчас исчезли из жизни некоторые институты, которые раньше эти проблемы решали спокойно сами. Институт бабушек исчез, исчез. Где сегодня наша бабушка? Там же, где папа и мама, на работе. А раньше бабушки сидели и читали вместе и показывали, что значит бегло почитать. То есть в таком вот варианте разговорном обычном, как вот сидя на скамеечке для удовольствия. И у ребенка это, мы говорим, как с молоком матери как будто бы впитывалось. А сегодня это надо учить, потому что об этом никто больше не говорит. Как и на русском языке очень часто нормированном, литературном, кроме нас с вами, никто не говорит. А если мы еще не говорим, то тогда совсем куда? Вот если у Ушкина бабушка работала там? Да. У Ушкина бы не было. Это няня. А у Ушкина, она работала. А у Ушкина, и мама тоже, да. И бабушка другая у него, у меня, у нее уже бабушка была с матерью с стороны, которая тоже очень любит выложила. Вот и глянь, которые дома раньше были у тех, а теперь у меня. Мы понимаем, что это все в простом месте, на чем мы вырастаем. Поэтому нам сегодня приходится считать себя единственными, кто может что-то вот здесь подправить или продержаться на каких-то наших ценностях. Иначе это просто перерождение. А уже сейчас перерождение происходит, поведен. Это естественные процессы. В таком информационном пространстве вращаемся мы и наши ученики. Причем, если мы еще с трудом вращаемся, да, так прилаживаясь, подлаживаясь к ситуации, чем старше, тем хуже, естественно. Ученики-то свободно в нем вращаются в этом пространстве. Поэтому, конечно же, они как будто бригадками этих машин, гаджетов родятся. Поэтому, конечно же, их возвращать в текстовое пространство надо. Без текстового пространства человек теряет очень много. Самое главное теряет интеллектуальные интеллектуальные развития, потому что оно речь мыслительной в первую очередь и связано, конечно, с текстовой информацией любой написанной и устно произнесенной. Очень во всех фактически видах деятельности тоже такое ключевое слово задание. Поставьте вопросы к тексту. Вот если задать задание, поставьте вопросы к тексту, задайте вопросы автору, то это будет, если это первый раз, на старших детях дробовое молчание и не знаю, какой вопрос. В лучшем случае или что-либо такое, которое не относится совершенно к содержанию. То есть это вопросы, которые требуют активизации, проникновения в текст, активизации наследственной деятельности и труда определенного, конечно же. При ознакомительном чтении наша целевая установка цель понятна, конечный результат при этой цели, достаточно или нет информации, читать или не читать дальше, перечитывать или не перечитывать, анализировать дальше или не анализировать. Поэтому мы по ходу дела пытаемся выяснить это, чтение уже более глубокое, как, какими заданиями и вопросами оно формируется. Оно формируется какими вопросами. Выделите, отчеркните, маркируйте, все то, что мы сами видим в тексте и на что хотим обратить внимание ученика. Терпленный, если научный текст, незнакомые слова, если это учебник, то, что связано, допустим, с информацией как таковой в научном или в художественном тексте, граница ее, дифференциация на главную второстепенную. То есть конкретные задания даем на конкретное требование, которое нам сейчас нужно получить, которое и сейчас нам нужно задаем конкретные вопросы и посмотрите сразу так вот бегло окинзит уже взором этот слайд. Скажите, пожалуйста, какая трудность практическая сразу же бросается в глаза? если это технология? Я перелисовала, кстати, я вот еще из того варианта. Нет, другую я хочу. Так, сейчас, коллеги, придется. разноцепенную. я уже там слакнула с этой темой. Вот к этому я хотела ознакомиться на учтение. Какая трудность? Чисто текстом и чисто. Включенные слова. Включенные слова. Нет, только содержание. Включенные слова, допустим, если не может, не может, это реальный содержательный компонент, которому можно учить. Какие-то включенные слова, главные слова в тексте. посмотрите, что это честно. Вот, вот, вот. Выделите, подчеркните, маркируйте информацию. Это как библиотечный учитель? Благодаря это не получит. Коллеги, вот если не так, значит, мы не отработаем это предчтение. Это естественно. Помните, даже Ленин оставлял библиотечных книг в Париже свои пометки, которые до сих пор там и остаются. И, наверное, решают другим читателям. Понятно, что это нужно делать на своих книгах нужно делать в текстах, в которых можно это делать. Не в библиотечном варианте. Но без маркировки это крикторы людей, или чтения не формируются. Варианты выхода из ситуации. Да, вот наши книги все возьмите, особенно, когда мы почему-то готовимся. Наши книги невозможно смотреть, они всегда с подчеркиваниями, закладками, с выделениями, маркировкой. Почему? Потому что мы работаем с текстами. А дети как можно вот так вот еще нашим детям, не приложив еще и руку к этому, ничего не сделается. Выход из положения. Книги раз, копируйте, раздачный А можно на диктофон диктофон? На диктофон срубая технология. На чтение уже. Чтение здесь убрано для пальца и сигналы в мозг. Или вариант, который доморощенный какой-то представить можете. Какой-то файлик прочный сверху покрывает страничку, да, текста учебника, допустим, вот видно же. И он по этому файлику подчеркнул. Для детей это часто превращается в игру своеобразного. И они с этим, особенно на первых парах, работают с удовольствием. А мне и нужно на первых парах. Потому что на вторых парах это уже получается отработанный автоматический навык. И даже если он не будет подчеркивать, у него уже все равно зрительное выхватывание главного, нового, незнакомого происходит. Мы же понимаем, что некоторые наши методические действия оправданы только тем, что мы автоматизируем такой мыслительный процесс. То есть на русском языке, например, выделение наших орфограмм, зачем это надо в реальной жизни? Никто же, когда пишет, не выделяет никакие орфограммы. Для того, чтобы работала на подкорке на сигнальном уровне, он не проверяю, не проверяю, запоминаю, чтобы потом он не будет выделять, естественно, и подчеркивать, но это у него останется. естественно. Слушайте, извините, пожалуйста, я задумалась, у меня есть группы, у нас же какая-то шестерочка в школе, одно в то же пять раз, то есть не хватит, если... Да, да, да. Ну, тебе правильно, теоретически сложно выполнить, да? Слово невозможно говорить не надо. Возможно. Уже остальные группы уже сразу догадаются. Конечно, конечно, то есть раздавка на всех, иначе смысла нет, он должен в своем варианте. Причем он в своем варианте на сегодняшний день это тоже не срабатывает, если сегодня тут наши разные вещи. Все это видно, естественно. Поэтому трудно, технически. С другой стороны, мы понимаем, как-то надо не съединиться. Какой еще, коллеги, здесь выход существует? Понятно, что это вид деятельности, этот вид деятельности, вот когда мы целиком и полностью, не только что вот эти вопросы на отделение, это же один из компонентов работы с детством. Мы проводим, ну согласитесь, честно скажу, не на каждом занятии. Так ведь? Мы говорим о системе работы. Если система работы, значит, это можно сделать, сделать это по своему графику, раз в две недели, раз в месяц, в конце концов. Эту разгадку обеспечить, но так, чтобы ребенок чувствовал, что он хозяин, и он здесь может делать, что он дым. А маркировка технологии развития критического мышления. Можно воспользоваться условными значками, когда идут плюс, минус, знак вопроса, восклицательный знак. Можно свои изобрести. Они изобретут эти ходы, эти шифры, с помощью которых они будут шифровать информацию. Знаю, не знаю, больше знаний, значит, плюс-минус, меньше знаний, значит, минус-плюс. То есть, своего рода такой вот игровой стимул еще получается. Поэтому, сделать это можно. Вполне, вполне реально. Да, требует дополнительных усилий, но реально. Я бы хотела рассказать, даешь текст. В каком предложении основной мыслишь? Играет на текст в первом. То есть, их в школе научили, видимо, потаскали, что в первом, в последнем, как бы, не давали, и они умели объявлять в текст. В первом-то нет. В первом-то нет. В первом-то нет. Вы знаете, в этом случае, в этом случае, на место, конечно, можно предоставить можно. Задания, которые предусматривают внимания вообще процесс учтения значимости, их нужно изобрести массой. Вы меня сейчас натолкнули на воспоминания лирические. Я учила внимательно читать задания своих учеников когда-то в 10-м классе. Я им давала задания такое с текстом к тексту на распечаточке. Первая цифра 1 и первое задание было звучало так. Внимательно прочитайте все заданные и вопросы до конца. Второе задание было «Сделайте филотический разгон и тисну». Отмечала длиннющие большие слова. Третье задание «Сделайте морфологический разбор», то есть брала нелюбимый разбор, синтаксический разбор огромных предложений. И в задании под номером 7 писала «Не выполняйте задание 2,6». Результат какой-нибудь. Я опять делала вид, что я дала задание самостоятельной работы, говорила, нацеливала самостоятельно работы и садилась заполняла журнал. шорох, возмущение, пахтение, «Делают, делают». Тогда дошли до 7-го задания. Возмущение и хохот одновременно был. и потом я говорю, а в чем проблема? Я разве не предупредила вас? Я откровенную, честную, не предупредила. Это задание на внимание, для того, чтобы внимательно читать то, что тебе предлагают и отвечать на нужные вопросы, выполнять нужные задания. Коллеги, это наша неправность. На самом деле, я думаю, что, не ошибусь, если скажу, что большинство, по крайней мере, из сидящих не дочитывает договор до конца, особенно, где Милкин Шрифтова не ехал. Ну, зачем нам это, да? Ну, нету даже нам, да? У нас странно жду. Естественно. А то, что у Милкин Шрифтова написано, как раз самое основное, либо тебе там минусуется, либо ничего не минусуется, естественно, это неумение читать, неумение работать с информацией, неумение, как сегодня говорят, быть функциональной грамотой. Сегодня есть поднятие функциональной грамотой, которая связана тоже с информационной работой. То есть, это понимать коммуникативную грамотность, не ой, 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 а именно коммуникативную грамотность. Понимать обращение, любовь, усно, письменное, самому быть состоятельным в этом плане. Понимать, где тебя могут обмануть, где ты можешь обмануть, то есть, манипулировать. Если цель такую поставить, конечно, не успешно. Так, прочитайте, это я уже 40 раз крутила. Изучающее чтение, самое любимое наше чтение, но оно не единственное, и к нему надо обращаться. Когда и другие виды чтения, то есть, это последний этап, когда ребенок уже понял, что с этим текстом ему надо поработать плотненько, посидеть подольше, перечитать, это обязательно уже перечитывание текста. Два раза как минимум, а то и три раза. И тогда, и тогда, конечным результатом будет понимание всех смысловых уровней, выявление всех деталей важных, на чем это держится, на чем это держится, на погружении в текст, в глубоком погружении, на том, что в вопросах мы вот так вот зададим, если понимаем, что он сам, то есть, это технология элементарная с помощью тех же самых вопросов и заданий. Мы понимаем, что он не выделит незнакомые слова, поэтому это ему задание, он не найдет эти термины, поэтому я обращу ему внимание, найди термин такой, найди термин такой, то есть, это формулировка заданий, с текстом с людьми, тогда надо посетить, и задание такое составит. А посмотрите опять, это не повтор механический, на разных уровнях вопросов к тексту надо задавиться, просто поверхностный, о чем этот текст, да, или вот задать те вопросы, конкретные, по какому-то блоку, по какому-то, связанные с какими-то деталями текста, то есть, конкретные вопросы по проблематике, по содержанию, на уровне изучающего чтения. Сразу же даю вот это задание, читая текст, по какому-то составить план. Составление плана у нас уходило на периферию очень долгое время, ну, практически, наверное, последние годы мы как-то к нему не обращались, потому что ни в одной из полных аттестаций, по нашим предметам, и иностранный язык, включая, план так таковой не требуется. Коллеги, мы сейчас работаем, возле нас составляет работать в тесном коллективе, в сооруженстве. Нам не требуется, а историкам требуется. У историков, например, составление плана на ЕГЭ по истории карается, карается не по содержанию, а именно за форму плана. Вот я в конфликтной комиссии когда сижу, мы смотрим ответы по истории, разбираемся, и мне очень стыдно бывает, когда у ребенка ему говорят, по содержанию у тебя все правильно здесь, вот ты неправильно план сделаешь, посмотри, вот эта часть более общая, она должна отбирать эту часть, а она у тебя на первом месте. То есть ребенок элементарно составляет сложный план не может составить. Я думаю, мы все такие умные в школе, все учителя-предметники, не можем научить детей элементарному составляю плана. А план – это сжатие текста, это самое базисное такое умение работы с информацией. Поэтому составить план, ну опять же, технологически, вот мы говорим, научи как учитель, как мне. Очень часто эти задания даются дальше, после текстовых заданий, их составьте план. Вот представьте, коллеги, нашим детям, не любящим читать. Вот они прочитали текст, отмучились, как говорится, и на следующем этапе вы даете им задание. Теперь составьте план. Ему что надо делать? Ему надо еще раз возвращаться. Не надо издеваться, не приютно. Как план составляется? Вы как составляете? Читаете и параллельно составляете? Причем набрасывается, да, как правило, не думая особенно о фоне этого плана. Тут вопросительное предложение, да, тут словосочетание, тут тезис выпишу. Это техника, которой никто детей сейчас не учит. Но откуда им это взять? Они не знают этого. Это действительно так, ни в каком состоянии, ни в каком возрасте. А вот на этапе после текстовых вопросов углубленного чтения мы уже можем что с этим планом тогда сделать? Откорректировать, развернуть, сделать в какой угодно форме, да, то есть в вопросительных предложениях, в номинативных, в тезисной форме. И тогда он и текст осмыслит еще раз. То есть это получается грандиозная работа по осмыслению текста. Ну и после текстовых вопросов, как правило, включают в себя и подбор собственных примеров, и опять посмотрите, задайте вопросы к тексту. И на этом этапе. То есть одно и три из ключевых компонентов. И одним из ключевых компонентов работы, особенно с учебно-научным текстом, является вот то, что я здесь записала. Передайте содержание текста в каком-то виде. Это называется перекодированная информация. Сегодня термин, такой тоже ведущий, как прогнозирование. Невозможно сделать текст своим, принять эту информацию, не поработав с ней никак. То есть не перенапать. По-научному не перекодировав ее. Было вербально, стало ненербально. Было текстовое пространство, стала таблица, схема, рисунок. Какие-то, может быть, опорные конспекты. Вот помните, когда публикались записью составления тетради справочных, толстых. Сейчас это смысла не имеет. Все это можно получить в доступе в интернете в более экономном виде. но заставить детей на каждом конкретном занятии перекодировать информацию в конце. Вот, изучили, передайте в виде схемы. А, впрочем, как вам удобно, ребята. Кому-то в виде схемы, кому-то в виде рисунка, а кто-то, может быть, как-то еще вообще изобразит совершенно неизвестный намукий способ изобретения. На самом деле, графика и вербальные средства здесь в содружестве находятся. На этом же этапе после текстовых заданий наше любимое задание «Выпишите что-то». Когда мы составляем блок таких заданий к тексту, вот эту технологию, она научная технология, мы используем. То есть нельзя, допустим, если мы работаем с текстом как с текстом, нельзя первым вопросом ему дать задание «Выпишите». Он должен пройти другие какие-то этапы до этого, потому что, чтобы выписать, в текст надо сначала погрузиться. Ну и, наконец, «Перескажите текст», то есть пересказ, как один из видов такой тоже универсальной учебной деятельности, он не может быть изолированным от чего-либо. Вот пустое задание учительское «Перескажите текст» ни о чем и вызывает только раздражение. И должно вызывать раздражение учеников. А мы должны себе дать ответ на вопрос «Что проверяем, когда даем задание «Только перескажите текст?» Память? То есть насколько он как-то прочитав, да, как-то прочитав, может запомнить эту информацию, понимание или не понимание ее, я никогда не гарантию в этом случае понял или не понял. что-то прочитав. Поэтому... Ну, читав ли вообще, допустим, да? На самом деле, ну, если вы говорите «Перескажите», он пересказывает, пересказывает там. Я могу здесь проверить как вы пояснили. Так вы? Скажите, а дальше пойдем и к вопросу. Либо, либо хотя бы элементарно перескажите, и дайте свои примеры. Приведите, да? Допустим, какое-то изменение информации внутри. Допустим, вот мы говорим первые и последние предложения в акзациях. Это данность, да? И вывод какой-то. А вот примеры-то, вот комментарии-то внутри. Ты же его своим можешь заменить. Поэтому, допустим, свои примеры, свои иллюстрации. Перескажите и дополните, перескажите и продолжите. Перескажите и план сделайте, перескажите по плану. Вот не просто перескажите, а по плану. То есть работа с девством. Пересказ не задание. Я имею в виду по литературе. И по литературе то же самое. Почему вы сказали и пошли дальше? А вы правильно говорите сейчас. Вы сказали абсолютно верно. Логическую литературу. Лисказ, вы хотите, но все равно, пересказ произведения, допустим, по литературе. Вот это то, что мы говорим, это относится ко всем. Я даже не называю здесь предмет, это не русский, это все предметы. Вот пересказывает он, допустим, эпизод. Что проявляет? Прочитал ли текст? Да? И запомнил ли? Что еще может в пересказах появиться? Ничего не временное. Ничего. Ну а что еще? Ну вот все вести в курс делать. Нет, коллеги, это вот умение вести в курс делать, это уже ваша задача. Вы сами не хотите, допустим, расскажет, перескажет. А он бы что получил, что вы не будете проверили? Анализ отношений к герою, композицию, допустим, он понял композицию автора, или художественные следственные, это с вами, что мне скажут. Чтобы вывязать рассуждение, продолжение, формирование со характером персонажа, на основе прочитанных. Так это с вопросом. Это с вопросом, не противоречите сами себе. То есть вы дали этот вопрос. То есть вы что-то о характере сказали, спросили, да? И он что этим пересказывать делает? Он подтверждает. Подтверждает. То есть это все замечательно. То есть это как раз не противоречит. То есть цельных возможностей. Обязательно, это не просто. Сократите информацию, да? Допустим, перескажите в сокращенном виде, в сжатом виде. 9 класс, что проверяют нас на текстах? Первое. Коллеги, ваши люди участвуют. 9 классы, по-моему, простите, я не сказал, по русскому языку. Сжатое изложение. Тот вид деятельности с текстом, да? Который сегодня воспритывал. Вот случайно, что ли это возьмет пример? Сжимать информацию, которая с каждым днем разрастается, возрастается, скоро мы все не подумаем. Надо уметь сжимать. Поэтому это вынесено уже на амсу, да? Смотровый администрацию. Прокомментируйте хотя бы перескажи, и что сделаете? Прокомментируйте. Так это уже будет задание, связанное с какой-то творческой изменительностью. Вот на последнее обратите внимание указание, уточните. Это тоже универсально. Я на слайдах не на всех, ну, я уже вначале сказала вам, цель всегда свою ставьте в вопрос. Не просто укажите, а зачем он ребенок это нашел, зачем он это определил, указал, да? Мы должны видеть практическую пользу. Тут последнее задание тоже на это нацелены. Надо, чтобы в нашей системе срастались сначала и концовочки. Если я вначале просила, что сделать? Спрогнозировать что-то, да? То в конце что надо спросить? То есть если я сказал А, скажи Б. Оправдались ли ваши прогнозы? Просила что-то найти, да? Какую роль играет то, что ты нашел? Обязательно. Если говорить, уточните тему, вот правильно ли было ваше предположение, конечно же, ребенок должен сделать вывод. Коллеги, сегодня так опять же строится урок. То есть это, по сути дела, универсальный методический подход к тому, что мы с вами делаем вообще в пространстве класса. Стандарт у нас заставляет обратить на это внимание. И вопросы рефлексивного оценочного характера, я их сразу пучкой здесь поместила, они являются вопросами для наших детей, самыми, наверное, такими неприятными и самыми коварными. Все международные исследования, которые проверяют качество чтения, Я знаю, что в городе у нас, наверное, с 2006 года, так целенаправленно идет отбор детей на проверку качества чтения. Причем это выбирают, я не знаю, в каком порядке уж, как-то, лото или что, как разыгрывается. Но в эту оборудование попадают ученики, учащиеся разных уровней. Это и простые школы, и гимназии, и колледжи, все попадают. То есть избирательно по всему городу попадают все работают. Так вот, международные исследования, вирус, которые проводятся давно уже, и мы в них сейчас включены, вот, с баллонским процессом, показывают, наши дети неплохо справляются с заданиями, связанными с анализом. Могут найти что-то, да, но вот как применить это? Молчание и нет. Поэтому вопросы на рефлексию, вопросы на оценку, связанные с тем, где применить полученные из текста знания, являются вопросами очень-очень серьезными, значимыми и важными. На самом деле, коллеги, это, наверное, в сильном нашем, в сильной системе образования, это недостаток. Недостаток, который мы должны принять, как бы их принять на душу. Действительно, мы погружались иногда в такие глубины, а где это найдет применение, не обращая внимания. Это наша ментальность такая, этим можно и гордиться, но сегодня, в сегодняшнем мире, детям будет сложнее жить с такой-то ментальностью. Например, с точки зрения, вот такой обиходный пример, не связанный, опять же, с нашим русским языком или с литературой, в нашу семью по обмену приезжает ребенок, и вечером приятельница моя, ладно, честно скажу, она готовит угощение, готовит что-то, и потом, ну, как и полагается, хорошие хозяйки, так это, ножи, ножки, винки чистят, морят. Девочка из Норвегии спрашивает, а что вы делаете? Она говорит, ну, чищу. А зачем? Вот так вот, щепочка, ну, что, ну, другой способ, что ли, какой-то есть, чисто было, а? Нет, это пособа муличная, это понятная техника. Фольгу завернуть. Ну, что значит фольгу завернуть? Завернуть фольгу и воду опустить. И все. И что? Чистая пособа будет. Она говорит, а кто это знает? На физике же говорили. Да. Не знаю. Спросите у физиков. Вот. Говорили ли у нас когда-нибудь на физике, как сделать посуду чистую? Да. Говорили мы на русском языке, да, в пустыне? Где мне пригодятся в жизни ваши ой-ю после шепящей? Вы меня когда-нибудь убеждают, что я без них жить могу? Нет. Да? То есть вот весь урок 45 минут или 90 минут, мы работаем, мы чем-то занимаемся. Насколько это востребовано? Где это востребовано? Это востребовано. Но об этом надо сегодня думать и показывать, либо на то, что да, это нужно. Либо для интеллектуального развития, либо даже сугубо прагматично, чтобы ты сдал ЕГЭ, да, и поступил и будет, когда ты так хочешь поступить. Может быть, вопросы, я соглашусь с тобой, и не те, которые нужно бы знать, заучить, да, но они нужны с точки зрения науки. Поэтому ты никогда, то есть очень многое в жизни нужно принимать, уметь принимать. Ясно, вы поняли, да? Да, это у меня толстой кушке, если ты назначил Цистаневский. Сегодня она радует сказать международно, и будет стыдно, если ты не знаешь свою литературу. Одно дело, не знать, и не везет. Здесь еще, знаете, да, конечно, там, где иностранцы знают лучше, чем наши, что сейчас, да. Здесь вот с точки зрения, я только добавлю, это, конечно, замечательно, но убеждать наших детей сегодня нашими словами и нашим примером не выигрышный вариант. Ну, понимаете, культурный, лишь не убедить его слушал. Мы выслушали, как, допустим, советы доброй мамы, да, которые тоже думают, надо быть таким, надо быть таким, если говорить идеальным вариантом ребенка. Ребенку надо сегодня убеждать фактом. Вот взять какой-нибудь ролик, где дети в английской школе говорят о достоевстве, да? Показать и сказать. Даже ничего не говорить. Ну, и что вы скажете? Вы стыдны, да? Никакого даже анализа, пусть сами сделают. Ваш вывод. Скажите, о чем заставил задуматься этот ролик, допустим, да? Пусть скажет. Но если они говорят, что не стыдно. Это его позиция. А что вы сделаете? От того, что вы скажете, нет, ребенок тебе должно быть стыдно, станет стыдно. Нет, конечно. Нет, конечно. Ситуация сегодня на уроке, тоже одно из ведущих понятий, создать такую ситуацию, которая позволит ребенку заинтересоваться, то есть мотивации на самом нормальном, настоящем уровне. Поэтому здесь учителю приходится голову ломать. Сегодняшнему учителю можно сказать, что, помните, наверное, раньше спрашивали, вот учитель, когда на уроке, там, говорят, ухожу с урока с мокрой спиной. Вот сегодня мы спрашиваем, когда учитель должен потеть? На уроке или до урока? До урока. Вот на уроке у ребенка должно сложиться убеждение, что тут вообще все спонтанно, от него все зависит, рождается на его глазах, да? А учитель тут, я вообще не знаю, что он делает. Она тут вот похаживает, посиживает, и все. Нет, вы знаете, как вы видите, я понимаю, а вы знаете, как трудится, вот тут где-то пажа, да вы тут сидите, ничего не делаете, и вот не занят у вас, а еще и путешествует по сроганецам, на празднуют. Ну это уже нехорошие такие, какие-то незновидные. Нет, это образ. Его еще в настоящем случае, да, его личным результатом, что результат-то его личный, кем достигнут, мягко говоря. Поэтому, конечно, тут убедительность должна быть стопроцентная, ну или по крайней мере приближающаяся к этой цепи. Вот эти вопросы, коллеги, нового и полезного, чтобы ребята понимали, вот это новое, а это полезное. Это может быть для него не новым, но полезным, да, и он эти информации умел развести. Где можно получить, применить полученные знания, где можно с ними, допустим, вот, ну если это текст действительно какой-то научный, учебно-научный, текст хороший, глубокий, где вы можете продолжить работу с ним, и, допустим, добиться какого-то результата положительного. То есть сегодня от нас вот этого можно требовать и образованию. Рефлексивное чтение, по сути дела, то, что у нас заложено в программах во всех, не только русская литература и иностранный, как гуманитарный блок предметов, как филологический, вернее, блок предметов. Здесь и гуманитарные, безусловно, все предметы подключаемые в историю общества знаний, здесь и, естественно, научный цикл. Вот все это нужно. И посмотрите опять коллеги. Относится ко всем, ставит цепь чтения, предвосхищать, то есть прогнозировать, различать что-то, формировать систему аркулентов. Наполовину уже этих умений нас проверяют с вами на государственной итоговой аттестации. То есть это сегодня важно. Ну и, наконец, понимать скрытую информацию, текстно-инклицитную, да, сопоставлять все эти разные формы подачи материала и подчеркнуло пользоваться разными видами чтения, сегодня это заложено во всех программах. То есть на сегодняшний день это не просто практически ребенок должен уметь делать, но и теоретически понимать. Мы можем дать задание, например, это я как пример понимания привожу, допустим, сказать, ребята, ознакомительное чтение, вот этот парадок учебника. Ребенок должен уже понимать, что значит ознакомительное. Ребята, просмотрим, просмотрим текст. И он не всегда же там просмотрывает, чтение, а мы можем сказать, просмотрим, да, познакомиться и так далее. То есть уровень читательской компетентности сегодня, вот для такого, да, чуда, конечно, должен формироваться. И формироваться идеальный вариант, идеальный вариант. И с того места, где он еще в семье маленький. Но мы часто этот этап опускаем, опускаем мы, потому что его не было у ребенка, и поэтому нам приходится сегодня их замещать, понимая даже, что во многом время уже упущено, и многого уже просто не берете. Но тем не менее, что-то можно сделать. Так, это я уже могу, господи, взяла много вариантов. Вот эти пять уровней читательской компетенции, которые проверяют международное исследование, коллеги, запомните, вот шаг, что даже и на чтении, которое уж я вам так предложила, поскольку послушала Елену Олеговну и поняла, что с языком вы все-таки поработали, а вот с этим мы уже не поработали, у нас встречи-то одноразовые получаются. Вот обратите внимание, можно было бы здесь углубляться и работать очень много, составляя сами эти тексты. Мы пока посмотрим по поверхности. Но уровни читательской компетентности, проверка качества чтения на тексте, она так осуществляется. Вы, когда будете составлять вопросы текстовые к тексту, на проверку качества чтения, должны три блока обязательно учесть. Первый блок на нахождение информации, это такой вот самый простенький вариант задания. Второй блок на интерпретацию текста, то есть это почему? Потому что, да, вот такие вот вопросы причинно-следственные отношения и на рефлексию и оценку. То, что мы говорили, где нужно, где пригодится, какую практическую ценность имеет этот образовательный продукт, как все время говорят. Пять уровней читательской компетенции выделяется. Самый высокий пятый в международных исследованиях называют этот орган потенциал нации. То есть это элита. Мы не в любых направлениях. Скажите, что это такое? А? Уровни? Знаете, мне не перескочить сейчас на материалы Бордовские, потому что в презентации не даются все эти уровни. Если хотите, с удовольствием поделюсь. Материалы... Вы не знал, говорите, а не стоит. Нет, не переключиться мне на это. А там... Ну, я могу вам сбросить нахлышку. А если... Я говорю, даже анкету я почти вам сейчас не сброшу. Вот на этих вопросах, на этих уровнях, первый уровень самый маленький. Даже там нахождение информации, самая простая информация, элементарная, допустим, когда совершаются действия, кто является его участниками, а на нахождение информации на пятом уровне, это уже скрытая информация. Допустим, текст там об осени, а там скрывается информация о человеческих отношениях и еще что-то побольше. Ну, это я так вот просто на пальце. На самом деле, это же наука, и это все параметры соблюдаются. Я потом в конце покажу там примеры в окно. Что с точки зрения чтения мы можем еще сделать? Вот, коллеги, если говорить о том, что сейчас происходит с чтением, я бы вам показала на анкете, но, может быть, и не стоит, анкету тоже сброшу. Посмотрите, по этой анкете, которая проводится в мониторинге на учениках старших классов, на учителях, тоже, ну, на любых, на людях, которые читать умеют, проявляется явно один наш недостаток. Да, мы читаем, но мы, но мы не владеем техникой чтения. Поэтому сегодня говорить о чтении как таковом и не говорить о технике чтения тоже нельзя. Особенно, вот, я думаю, еще и в вашей сфере. Согласитесь, любят дети читать или нет? Нет. В слуху особенно. Почему? Слогану читают? Есть, конечно. Чего нам скрывать-то есть. Есть дети, которые вообще к этому процессу, для него этот процесс настолько неприятен, не хочет, а почему не хочет, потому что он не увидит. Ну, нет. Конечно. И он был самозащитной функцией организма. Существует, и даже умеет читать, и хоть бы быстро умеет читать как-то, но все равно недостаточно быстро читаем, особенно про себя. Ухватить тот объем информации, который сегодня существует в мире, не умея быстро читать, просто быстро читать, невозможно. И нам тоже. Согласитесь, испытывали дискомфорт информации в таком количестве, «А я не успеваю ничего, я это хочу, это хочу, это хочу, и не успеваю». Почему? А кто же, в общем-то, не владеет вот такими техниками быстрого чтения? Когда ты читаешь быстро, но не разбираешься и понимаешь хорошо. Поэтому вот первый момент, связанный с техникой, он не единственный, но это тоже такое вот такое подспорье, которое, может быть, даже подхлестнет вообще интерес к чтению. Тоже фрагментарно, коллеги дали. Технологии, какие в этом случае, есть. Недостатки традиционного чтения по науке, скажем сразу, побудет, мы, ну, не сама придумала. Это традиционно выделяемые недостатки регрессии. Что значит регрессия? Возвращаемся к старому. Прочитали предложение еще раз к нему? Прочитали, опять к нему? Молдать прочитали, забыли, о чем читали, да? Прочитали главу, вообще не помню ничего, да? Причины разные. Но массовая причина на сегодняшнем дите отсутствие произвольного внимания. Оно не сформировано у ребят, и они отвлекаются, они не могут сосредоточиться. Поэтому приходится возвращаться глазами, и вот в анкете проверки качества умения читать учебный текст, не художественную литературу, не Анну Калинину, не Ванилу, а именно учебный текст, стоит вопрос, возвращаются ли вы взглядом уже прочитанному тексту? Идеальное время не возвращаются. В техниках чтения об этом говорится жирно всегда. Зарубите себе на носу, повесьте стикер, куда-нибудь, вот что вы у вас, когда вы читаете, никогда не возвращайтесь к прочитанию. Вызывает возмущение, не думи, как это, ничего не понял, не вернулся? Нет. Естественно, все продумано. То есть другая система, тебя же не просто просят прочитать, тебе же надо для чего-то, и если ты это для чего-то выполнить не можешь, ну тебе надо как-то с этим бороться, то есть тебе все равно придется сделать что-то. Вот как здесь помочь? Но регрессия, регрессия, невозврат, это, конечно, это правильно, безусловно. Мешает чтению, технике чтения, артикуляция, проговаривание. Когда читаю, внутри проговариваю все то, что читаю. Это просто табу жесткое железо вплоть до того, что держи во рту, что хочешь, карандаш, резинку жевательную, да, палец прикуси, гугу закуси, язык высуни, да, вот такой язык уси, мол, что бы ты не проговаривал. Это просто вот директивно, так железно, однозначно. Малое поле зрения. Тоже в анкете, которую я вам так уже комментирую. Когда ты читаешь, как ты читаешь, вводишь глазами от первой буквы строки, вот так вот, да, зигзагообразно, или как-то иначе. Вот можете, если есть что-то, или представить, как вы читаете, вот как ваши глаза бегают, вот так вот, чаще всего, вот это наше чтение, а должно быть... Диагональ. Вот когда мы говорим, ребят, по диагонали прочитайте, опять вот, ребенок должен спросить, это как по диагонали, прямо вот так, по диагонали, и выводить вот эти слова, в принципе, почти так. Диагональные чтения есть такая технология, но обычно под диагональные понимают технологию, когда посередине листа, ну где-то сантиметров 5-6 такая вот полосочка, да, мысленная, а изначально, когда очень немысленная, все остальное закрыли бумажкой, а вот эту полосочку оставили, и ребенок читает эту полосочку, а все остальное как? Домысливает. Домысливает, это другой еще момент, или если прозрачные бумажечки, то как-то вот так вот слегка боковым зрением мы могли. Но на самом деле, конечно, закрывать, это еще домысливать надо. Он должен не закрывать, он должен боковое зрение развивать. Читает посередине, быстро получается. То есть расширяем поле зрения ученика. Слабое развитие механизма со словами прогнозирования. Это вот с этим как раз тоже связано, и вместе идут. То есть читаю дословно по словам, каждое слово в отдельности, соединяю и не могу прогнозировать по одному слову два других соседних. А на самом деле надо. Неский уровень организации внимания, это явно это вы сказали, и отсутствие гибких стратегий чтения, которые существуют, конечно же. И спортировать их можно. Вот посмотрите, коллеги, простые задания. Прочитайте пирамиду, скользя взгляда, сверху вниз, только по первым буквам. Вы можете даже не вчитываться, а уладить только смысл задания. Потому что немножечко некорректно сделано, надо, чтобы вы прочли, а не утовать, да? Ну, смысл? Ну, я вот вижу, например, в очках. Прочитали? Скользя взглядом, удерживали себя на первой букве в каждом слове? Удерживали. Что делали? Выполняли это запрещение. Боковой зрели. Да? Да. Скажите, пожалуйста, много времени отнимает? Нет, что ли? Полминуты. Если такие пирамидки у вас будут выстроены, написаны и где-то вот там пришпилены, в кабинете, в какой-то момент, когда ребята устали, в какой-то момент, когда они никак после там какого-то творческого, в кавычках, урока не сконцентрировали свое внимание вот на этом вот. Вот прочитали? Для них это тренировка как раз зрительного аппарата, тренировка в чтении. Для урока это тоже какая-то разминка, перевозка деятельности на другие рельсы и может быть рекомендация каких-то негативных для лимитов урока. С точки зрения того, что любая деятельность может быть расширена, узбублена и как-то еще там подпитана чем-то, всегда есть, если мы работаем со смыслом. Коллеги, русский язык, к вам уже тут обращаюсь, но если это на иностранном языке дается, кто мне мешает слова иностранные записать точно так же, если на физике физические термины написать. Скажите, пожалуйста, кто мне на русском языке мешает? Они полминуты, даже не полминуты, они читают это быстрее. Тренировка, просто это надо в системе тоже делать. Кто мне мешает в какой-то момент сказать, ребята, быстро, кто быстрее? Сколько здесь существительных в принципе склонения? Быстро, быстро, быстро. Мало один из пять. Да? Сколько здесь существительных на иен? А какое у них окончание в придурном подержи, напомните? То есть, что я делаю? Если мне надо, я свою любимую орфографию могу здесь увидеть и дать и повторить и все же можно. Так, смысловое прогнозирование, которое позволяет нам вот этот водохват тоже увеличивать. Антиципация называется потолочным и два термина есть теперь. Антиципация, рецепация. Антиципация предугадывания, прогнозирования, а рецепация на воды, да, возврат к тому, что произошло. Посмотрите, пожалуйста, здесь, смотрите сразу на экран, здесь важно быстро. Во всех этих заданиях быстрота одно из условий. Итак, смотрите, пожалуйста, перочинный, быстрокодинный, нож, грецкий, огладистый, кари, лакан, коровешный, коровешный, маман. Линиально. Почему? Почему мы так быстрокодинныем? Быстро. Потому что ассоциации. Ассоциации. Да. Культурное поле у нас с вами, простите, одинаковое. Прокрутите, пожалуйста, сами, вот если вы сейчас это задание, покажете детям. У них будут такие ассоциации? Нет. Могут, они у всех, но могут, они у них. Вот скажите, пожалуйста, перочинный нож, как, не знаю, достоинство мальчишки, парня. Это в какие годы было? Это у нас с вами. Ну, у них 20-е, мы с вами и будем. Да. То есть перочинный ножик, на него можно было обвинять все, что угодно. Если они читали такие рассказы, если они замечались и подошли, у них это вспыхнет сразу. А у одной трети, они скажут, что такое перочинное. А кладистая? Навряд. Охват. Тоже не скажут. Да. Многие дети с вами и скажут. Грецкие, как и нет, скажут, наверное, глаза, наверное, и скажут. А вот кромешные ады, кромешные тьма тоже наврядные. То есть, о чем это говорили? Разные у нас с детьми, да, и вообще у всех разные. Вот в нашей учительской среде, как правило, всегда одинаковые, даже если мы разного возраста. Все-таки у нас одинаковый, ну, наверное, уровень образования, да, вот образование, безусловно, и образование было не так. По-другому, мы читали, мы читали. Поэтому, если этого нет, значит, будет сложно читать. Если это формировать, то облегчение конечно процесса чтения, формируем, пожалуйста, прогнозируем на уровне слов, пожалуйста, быстро, коллеги, прочитайте текст, читайте вслух. Последний словах. Слово Слово Китая считается страной шоу, 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 стоящего процента на этих ученых насчитывал больше тысячи лет. На шоу мы носили рисунок и вышел собачивающий власть на шоу в детском. Диалог делали коллекодические записи. Каждая девочка в журнале начальника использовали в работе дорогие ткани в золото-середно ведь вредно представляем между узором и предоставленных формирований. Как удалось прочитать это показание? Чем дальше, тем понятнее. Это тоже наконец мы словом прогнозировали. Когда пропускаем что-то, мы же и читаем как-то леди. Известный феномен, когда мы что делаем? Вот читаем иностранную книжку какую-то, все понятно, все ясно. Спроси вас, а как главный герой это знали? и вслух никто не произнесет. Почему? Мы его глаза не улавливали, а вслух не произносили. Мы по ассоциациям видели начальные буквы и понимали, что это главный герой тот самый. А вслух не произносили. Не было потребности такой. Вот и здесь, когда я вам сказала читайте и быстрее читайте, ваш взгляд уже ухватил какие-то слова и выхватил уже какие-то смыслы. кита потом шел до нашей ассоциации китай шел и все уже сработало. Я сейчас дольше об этом говорю, чем это произошло в нашем сознании. Поэтому на каких-то фрагментах ухватить, выхватить, выстроить ассоциации, по крайней мере, то, о чем пойдет речь. И попутно проанализируйте с ребятами, когда они будут слух только пусть почитать. Как на ходу отрабатывается это? Я слышала уже у вас старейшие образы, а потом вы читаете дальше найденные ученые. И понимаете, что не образцы уже. И уже вернулись образцы и поехали дальше. Вышивать в Китае каждую девушку, девочку можно сказать. Но лучше я опять дольше говорю, чем это происходит в сознании. Раз это с детства значит это девочка. То есть я уже отсыпла. И эти процессы на уровне психоэнгвистики очень тонкие, но они вот так формируются элементарные образы. Как элементарные на самом деле может формироваться быстрое чтение. Причем результативно. Сама испробовала один раз честно скажу. В классе когда дети входят в класс я это применила когда сама узнала в 7 классе. Мне так не нравилось как они читают. Пыталась и так и сад и вслух читали и все делали. Услышала из технологии один из приемов технологии быстрого чтения. Кладу им на парты газеты любые абсолютно. Естественно с обижательным отбором без нюансов таких. И когда они входят подготовились и буквально даже еще не сели а стоя прошу вслух прочитать то что у меня в квадрате как введено праздник. Обведена любая абсолютно статья. Я даже сама это не читала. Статья естественно газетный жанр сложная и дети слов там не знают. Главное условие слух и быстро. Быстрота и время ограничено естественно. Как они читают как они запинаются но не останавливаются не перечитывают быстро читают до конца. Коллеги через неделю стали читать быстрее. Почему? Вот сосредоточенность они не спят во время чтения. они работают и артикуляционный аппарат разрабатывается и он эти слова улавливает быстрее и быстрее целиком начинает улавливать потому что его покоропили. То есть это тоже такой прием который касалось бы что там такого некоторые учителя испугаться могут шумить они начнут этот слух читать на самом деле может быть первый раз они громко будут читать если они поймут ценность этого приема они читают потом не останавливаясь на словах на ошибках не останавливаться мы же не можем когда дети ошибаются нам же надо сразу до конца вовремя навести до точки а иногда ошибки никакой роли не играют надо с этим мириться я исправлю ее не исправлю по-другому с большим эффектом посмотрите вот эти технологии еще опять же я с точки зрения словесника русака конечно говорю в этом случае кто мне мешает опять же здесь дополнить задание вот они поиграли якобы поиграли а я могу потом спросить ребята сколько здесь окончаний такого прилагательного в каком такие окончания вы напишите в конце концов заставить написать ставить эти окончания естественно пожалуйста посложни текст для взрослых быстро читать наибольшее влияние оказывает на природу чего там то что в промышленности влияние на природу в промышленности что отрасли обеспечивающие весь комплекс подозритель или жизнедеющие если человек среди них по величине наносимого вреда можно использовать наиболее неоднократно неоднократно вы сразу чувствуете да исключающие время способ влияние цивилизации наиболее природной природной сведой она не знает природной заключается нарушающую природную землю но заключается в том что человек я должен вред вред всех химий и допустим продукты которые естественные природа сведяка то есть предлагает вернуться без потери цена и как вы живете жизнь в связи с этим сможет не возникает вопрос какой человек пожалуйста коллеги посложнее закона но справились очень детям это очень нравится на самом деле скажите пожалуйста вот допустим вот это вот мы применили технологию сейчас вот они прочитали и вот так как у нас абсолютно из направленности таких технологий вот я сейчас могу так распрощаться и сказать до свидания вот вам не хочется спросить и узнать а какое слово вы не узнали я слышала вы сказали не догадались не хочется не мне хочется вам навязать а вам хочется спросить и я тогда конечно же конечно же покажу этот текст вы его не будете будете целиком читать или поищите свое слово это гарантия того чтобы его лучше запомнить или хуже вы его лучше запомните его лучше то есть я таким образом могу спрятать самую ценную важную информацию для того чтобы пожалуйста все вы вы даже меня не слышите потому что у вас вот она целевая установка вы не были уверены в чем-то теперь вы утвердились то есть это ваша потребность мотивация сто процентов естественно пожалуйста это вот такой вот вариант когда можно брать отдельные фрагменты даты в зависимости от того что можно нужно запомнить в этом тексте и выделять их прятать их а потом обмануть прогнозирование это случилось в Индии однажды западный ветер принес черную призовую тучу бешеный ливень опушился на землю но не только струи дождя лились на людей а какие-то блестящие продолговатые пятно посыпались сверху вот там мы прогнозировали окончание буквочки слова а здесь мы прогнозируем целый абзац то есть прогнозируем содержание проще говоря ребята что было дальше что было дальше ребятам нибудь кстати значит логически мысли должно развиваться эти задания особенно хороши коллеги сегодня с сегодняшний детьми. Про сегодняшних детей, во-первых, разрушенные иллюзии, что они неговорящие, неговорящие, они хотят говорить и писать. Кстати, хотят много, но и говорят, и пишут настолько бессистемно нелогично, что вот шел дочь и два студента, это просто идеальный вариант еще. Все остальное гораздо хуже. То есть клиповое сознание меняется. Сегодняшние дети развиваются и меняются очень быстро. Поэтому их надо стараться где только можно, как только можно, доставлять их структурироваться. Все то, что они делают. Мысли, да, тексты, естественно, связанные с этим. Поэтому вот это тоже еще и структура. Здесь должен быть следующий кусочек. О чем следующий абзац? О том, что? Что же потом будет. Что же потом будет, да? И тогда мы можем предугадать и сказать вот с точки зрения изложения, то есть о чем нужно будет. С точки зрения самого содержания. То есть вот это один абзац, а вы дайте второй абзац. Расскажите, что там происходило? Ну, пожалуйста, хотя бы один абзац содержательный. Какие-то блестящие предлоговатые предметы были. Это оказалось, что иное, как рыба, которые падали с неба. С чего-то он говорит? Они сказали, что это дар богов. Они расстремительно бросились опирать ее в ковши, в мешки. Кто уносил в том, где там свои одеты? И каждый из них приносил домой. Домой это аккуратно. Да. Бесчастный, безмерно. Хорошо. Мелькнул просто кадр. Еще наверняка тоже вот этим боковым зрением уловили. Подключились. Посмотрите, рыбокарь, они же падали с неба. Ученые заинтересовались таким сказочным происшествием вы стали искать ответы на вопросы. Следующий абзац? Ну, рассказывается о том, что бывают такие торматы, или что-то не логично. Нет? Нет. Какой следующий абзац? Происшествие мы стали искать ответы на вопросы. Вопросы, конечно. В следующем абзаце должны вы звучать вопросы. Вопросы и вопросы. Да, подталкивает. Естественно. Ваши вопросы. Как случилось? Как случилось, что вы показались на них? Да. Хорошо. Еще какие вопросы? Вопросы и не вопросы. Логика. Какой силы? Допустим, что они сделали с этой рыбой? Вопросы. Давайте посмотрим еще какие вопросы. Возможно ли... Какие виды вы оказались там? Живая рыба. Была ли она живая? Да. В процессе пути. Как в этой мерзости могли оказаться такие сильные дали? Хорошо. Вот один вопрос логический вы упускаете. Как рыбы могли оказаться на небе? Раз. А логический вопрос второй? А почему они не падают? Да. Да. Два вопроса главных. Остальные вопросы уже так... Погучили. 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 Да. А отказались, почему он падает? Он падает-то известный. Какие силы загибают из этого неба? Да? Почему они падают на землю? Физики могут их с точки зрения закона физики доказать. Так. Хорошо. Вопросы заданы. А вот теперь должны звучать прогнозы от ветра, да? Итак, ваши прогнозы. Ваш прогнозы. Следующий абзац. Какие силы принимают? Ну, как? Какие силы? Ветер. Ветер. Так, надо допустим, который... Ветер. Хватает огромные пласты воды и... Возникает на допределенной территории. Надо все логично доказать. Поднимает, да? Круть закручиваем, поднимает и переносит на другую территорию. Обязательно, да? И там они насыщены. Сначала принимают, и сильный ветер отпрасывает. Да, да. И они выпадают в любую территорию. Неудивительно, у кого бы и торнадо был там уже как-то вниз. Оказывается, сильные ураганы, бушующие над океаном, поднимают рыб вместе с водой. Когда ураган проносятся через огромные пространства, силы его ослабевают, и поднятые предметы падают на землю. Именно тогда, если за руку точно не стригается на землю, или нетусь. Почти угадали. Ну, вот мы так просто уже торопимся, не довели до конца почему. Но, вот посмотрите еще какой важный момент. Особенно словесникам, наверное, это будет близко. Коллеги, когда мы предугадываем, у нас получаются разные продолжения. У вас свое, у вас свое, у вас свое. Нет времени, но показало бы более интересные тексты. Это элемент предугадывания, в основе лежащий, может называться чтение с остановками, прогнозирование как таковое. Любой текст, который вот так разбивается. Не всякий текст, но где можно предугадать. Масса удовольствия детей. А я понимаю, если я в системе капелька за капелькой вот так вот об этом говорю, что ребенок начинает понимать. Он начинает понимать, что любой сюжет может развиваться по-разному. А вот я его постоянно возвращаю к авторскому. А автор вот так. У нас с вами замечательно, интересно, безумно. Там, Вася, Петя, Саша, да? Ну, автор вот так. Если ты читаешь текст на мебель, то ты кого сначала вынимаешь? А, автор. То есть это мы подспудно работаем, кроме чтения, работаем на то, что составляет данный главный нерв нашего преподавания гуманитарных предметов в целом. Итак, какой еще текст не закончился, вы говорите? Что еще можете спросить? Это же вопрос к стиху тоже. Что можете спросить у текста? Ну, да, второе место это происходило. О, замечательно. А где это происходило, да? А еще какие вопросы? Что такое? Следующий вариант. О, следующий абзац. А, что может дальше быть, да? Да, да, да. Можно ли повторение на рыбе? Хорошо. Там еще что-то есть? Политно ли это было и выпустил? Допустим, да. Можно ли было ее есть вообще? А вот для людей, это было огромное количество. Которые люди, это было огромное количество. Которые люди, это было, рыба облака, там, сшало в облаках. Так, вот вопрос его задавала. И технологически по-разному. По-разному. Можно сказать, поскольку, допустим, последний абзац, напишите, ребята, с ним последний абзац. Записали, очень целый текст, а последний абзац. Вы слушали, допустим, ой, интересно, расскажите, что там еще. Но, вот не буду вас даже спрашивать, у вас не возникнет такой вопрос, связанный с продолжением, а как в тексте? И это не единичный случай. В разных местах земного шара попадали дожди из возраста, или мужик, мелких танец, что... А в Горьковской области, однажды, летом удача, старинных монет. Это было в 41-м году. Вообще, это тексты из учебника ОБЖ. И в 41-м году, накануне войне, монеты потерялись. Монеты времен Ивана Грозного, видимо, из Московского, Кремля, наверное, перенесли. Там же и в Горьковской, и в Московской областях очень часто бывают такие почти торнадо, смерчи бывают. Вот, пожалуйста. То есть, что у вас не возникло? Это не в ущерб, не в уход. У вас не возникла мысль о чем? А еще что потом? Еще что-то бывало? Или только однерывный случай? А вы говорили, а вы говорили, а вы говорили. А вот в этом тексте говорится об этом. Но не говорится за то, о том, можно ли было рыбу есть, сколько ее ели, да, и что еще? А могло бы, как никто не говорит, но в этом тексте такой цели не стали, естественно. Вот вам прогнозирование. Так, посмотрите, пожалуйста, еще один из элементов, коллеги, быстренько давайте. Секст читается 20 секунд. Можете, мы сейчас быстро вам просто прогоним, чтобы технологию проговориться. 20 секунд. Задание у вас. Запомните информацию о чайе. Прочитайте. Хотя бы пробегите глазами. Прочитайте. И вот после такого задания, после такого чтения и задания, не просто прочитайте, запомните, да, моя совесть чиста, я буду видеть. Когда и в каких источниках впервые упоминается о чайе? 2700 лет в нашей стране. Когда чай был заведен фурманом? Раньше, чем в России. Позже, чем в России. А когда? А когда? Назовится лучший сорта или будет индийский чай? Какой-то там жар-жар. Так, что меня попросите сейчас? Прегрессию. Прегрессию. Для того, чтобы посмотреть, какой чай, да? Ага. Это вообще мемотехнику, все эти переемы разные там, да, они работают одинаково, то есть заставляют ребенка запомнить нужную информацию. Если не запомнить, когда говорите, и повторяйте, да? Ну, если он не запомнил, он же, ему же требуется ответить, да, на вопрос жизни, ну, конечно, ответит. Или, например, какие-то исторические тесты с теми фактами, явлениями, датами, именами, которые, локальными такими-то сведениями, которые нужно запомнить и вопросы задаются. А вот это к вопросу о методах чтения. Интегральные алгоритмы чтения существуют и дифференциальные. Если на пальцах говорить, на самом деле эти технологии разработаны, по крайней мере, вот если уловить, что обязательно должен усваивать человек, читая текст. Авторы должны усваивать? Да. Некорректно, если ты читаешь и не знаешь, как это. Наименование. Выходные данные не обязательно полны, там, а вот две точки просвещения, да, вот. Но нам с вами, если мы даем текст ребенку, указать, откуда он хотя бы, это, наверное, корректно с нашей стороны. Читайте, ребята, текст, который непонятно, откуда свалился на вашем уровне. А ведь автор, издание даже, книга, название книги, очень много дает информации. Ну и далее, тип, просматриваемая тема, проблема, фактические данные, критическая оценка материала и возможность использования на практике. Посмотрите, как все опять срастается. Это вот из рукой, как говорится, оперы. Это технология сугубо. А мы говорили, вот когда задавали вопросы, то же самое, да? Тоже обязательно заканчивается практикой. Тогда в этом случае вопросы по содержанию любого текста должны обязательно включать в себя вопросы с заголовком, с автором, с выходными данными, с частями текста, структурой и с какими-то конкретными вопросами по содержанию. То есть первое, безусловно, а дальше зависит от текста и нашей целевой установки. И дифференциальный алгоритм чтения предполагает, для словесников это, наверное, больше понятно, более понятно, выделение ключевых слов. Составление из этих ключевых слов своими словами, рядов, то есть включение в словосочетание, а потом в предложение. И выявление главного. И тогда у ребенка будет оставаться в памяти самая главная, самая нужная, самая ценная информация. То есть вопросы к тексту связаны, конечно, с тем, что текст должен быть текстом. И вопросы должны быть. Вот пять приемов осмысления текста, о которых мы с вами, собственно говоря, практически сказали. Постановка вопросов, антиципация плана изложения, антиципация содержания, реакципация возврат и критический анализ. Тоже как рефлексия, завершающий разговор. Это универсальные приемы. Они должны постоянно использоваться. И просто покажу так. Вот уже на уровне диагностики помните эту табличку. Вы потом, коллеги, я понимаю, что в 6 часов уже это не воспринимается. А вы потом посмотрите этот примерный вопросник для составления теста. Такие задания для проверки качества чтения даются в тестовой форме. Как правило, сейчас не только модно, но и быстро, актуально. И тогда вы посмотрите. На определение, например, основной и второстепенной информации, на пальцах буквально. Ты прочитал текст, я формулирую задание, в котором в основном говорится о том, что... И дальше 4 позиции ответа. Что, допустим, дело происходило осенью, дело происходило зимой, дело происходило там на небитаемом острове, но я специально внутрирую, а на самом деле даются эти самые элементарные вопросы на нахождение информации, самые-самые базовые. В каком из приведенных предложений передана основная информация текста? И мы либо цифрами, либо предложениями, своими или из текста даем варианты. Определение познавательной цели, то есть определение основной мысли. Какое предложение раскрывает позицию автора? Извлечение необходимой информации. Прочитав текст и узнал, и даем 4 варианты ответа. То есть вот с этим надо проработать. И здесь, конечно, нужна практическая работа. Было бы здорово ее сделать, но у нас с вами возможности не нужно. На самом деле, я, ну, тоже не покажу, все здесь, но сложно это перенести, переключить. Такие задания выполняются детьми, на сегодняшний день, может быть, потом надоедят, но выполняются с огромным удовольствием. Во-первых, мы опять их делаем. Ну, коллеги, я уже не говорю, но вы уже поняли, что это требует труда. Вот чтобы такой вопросник составить по целому тексту, он должен включать в себя, как минимум, наверное, для вопросов 10 все-таки, чтобы охватить все. Это надо посидеть. Вот я, например, набрасываю сначала эти вопросы, потом шлифую их, чтобы какая-то система выстраивалась, убираю то, что повторяю, дублирую, то, что ярче оставляю, и этот вопрос не предлагают детям. Текст, в котором они могут подчеркивать, и я еще и задания такие даю, вопросы, где они отвечают, и текст они усваивают, усваивают убираючи. И в общем-то, в общем-то, в любом, на любом возрастном этапе, и старшекласснике, и младшем классе. Поэтому, в общем, если с такой деятельностью с вашими детками славными поработать, это тоже будет замечательно. Вопросы критического плана сейчас, допустим, чудо нет. Посмотрите, про планчик даже есть, про ориентацию в пространстве. Если ты захочешь по-большему знать об этом объекте, какую книжку ты возьмешь, и мы перечисляем книжки. Заодно подскудно, книжечку надо взять в голове, да, вот так вот, это не я им сказал, это задание такое, простите, да. Запомни перевод информации, пользуясь сведениями таблицу. И таблица в этом случае составляется какие-то данные, как составляются таблицы, ну, допустим, две графы, самая простая таблица, вверху, ну, условно говоря, там длина, да, и показатель длины. Высота и пустая клеточка, скорость, пустая клеточка, потом данные такие, то есть вверху, внизу, для того, чтобы цифровые запоминались и понятильные, чтобы ребенок понимал, что с чем соотносится. Развиваем таким образом его. То есть вопросы эти глубокие, и, конечно, с ними надо тоже работать. Видите, да? Как ты думаешь, нужно ли, можно ли, какая польза, где может встретиться это вопросом? И учебный текст, вот здесь просто прокручиваю, посмотрите, пожалуйста, как резюме. Все эти понятия, которые знакомы словеснику, стиле, типы, да, они все являются базовыми. И с этими понятиями надо, конечно, знакомить все люди. Посмотрите, пожалуйста, рассуждение. Тезис, доказательство, вывод. Это вся наша школьная жизнь сюда вложилась. И ответы, да, ученика любые на уроке. Если он не полный, почему он не полный? Значит, недоказательный ответ, да, мы говорим. Примеров не хватает в этом ответе. Не комментируешь ты, товарищи, этот ответ. Примерчики посмотрите. Ну и понятно, общие сведения о текстовой информации, почему с текстом важно работать. И технологии в перечислении коллеги. Технологии приема и развития критического мышления через чтение письма. Вот это те самые яркие, которые точно позволяют нам еще помочь обучить проективному хорошему чтению. Эти технологии разработаны везде в интернете. Книжечки есть. Сегодня это даме дефицит. И я думаю, что вы их тоже знаете. Вот эти ромашки углома, пирамиды фактов, пузыри технологии. Когда тоже позволяют без информации работать. Эти книги есть. Развитие критического мышления. Надо брать и работать. То есть все уплется опять в тот же самый текст, к которому мы с вами подойдем квалифицированно, профессионально, грамотно. И обеспечим качество чтения. Потому что это результат, который работает не только на вас, а вообще на человека практикового. Мне очень не хватило практической части, но удовольствие я сутки получил. Я не знаю, как вы. Получили? Вот хотелось бы, например, те, кто там поможет. Поработать, да. Ну, практика, конечно. Не за 1,5 часа. И то выдерживали. Работа, единственное, что могу. Надо понимать, что эта работа требует времени. Но с другой стороны, требовало времени. И пустая проверка какая-то, которая никому ничего не дает. Может быть, как раз если составить, то в тестовой форме провериться гораздо легче. Но на самом деле, выигрыша не получается, естественно. А вариантов, ну, если доведется, приходите на курсы. Наверное, доведется встретиться. Да, и вводите, коллеги, объявления. Еще не будем... Ну, предплона была ранее, да? Да, контекер предплона была заранее. Сейчас, правда, начались курсы. Но вот на курсах актуальной проблемы методики преподавания литературы, я сейчас пока Елена Левна здесь говорила, отслеживала мою. У меня там 2 человека, и в них больницу просто случайно. У меня есть 2 места. Если хотите, вот вы подумайте. Я, можете даже сейчас сказать. Если нет, что я хотела сказать? То есть на курсы из веселы с пола у нас входят люди. Но вы всегда ждете какого-то особого приглашения. Его нет сейчас в коллеге. Мы задерганы и замучены. Такие же, как вы, и звонить персонально просто нет возможности. Там же висит все эти курсы, все расписания. У меня 2 момента. Про курсы это я просто по охоте, как говорится. У вас есть, мы проводим. Вот сейчас в ноябре будет. Селена, который я, несмотря на то, что меня никто не хочет это проводить, все равно проведут в ноябре. Ловите объявления. Я обычно присылаю уже сейчас через вашу систему, в нашем окно находящуюся, телефонограмму. Ну, то есть письмо электронное в учреждение. Вот в октябре не будет, в ноябре будет. Мы со СПО делали олимпиаду. Мы со СПО делали диагностические работы. Я уже фрагментами вот эти вот задания на качество чтения давала в систему СПО для проверки. Проверяли, правда, русский язык и литературу словесники. Но вот сейчас это, я не знаю, вас-то, может быть, еще вот в этот год не будут так, ну, скажем, активно подвигать на эти подвиги, подвигать на подвиги, да? Но, но, школы уже проверяют метапримерно. Это не заборами. Вы же работаете по общеобразовательным предметам по всем нашим стандартам, естественно. По-общему, они у нас общие. Поэтому это все придет. Это не надо думать, что это вот какая-то изюминка, эксклюзивная, то есть я захочу, вы не делаете, не захочу, не буду. Это уже надо делать. Поэтому имейте в виду семинары. Будет в ноябре, скорее всего, будет, если уж кто-то там стрясется. И где-то вот там же на семинаре я объявляю, говорю, а потом мы готовимся, приходите, консультируйте, спишите. Мы готовимся к олимпиаде. Олимпиаду я тоже в этом году, думаю, сделаем так вот посложнее. Мы обычно для вас олимпиаду делаем для ваших деток попроще. Хотя все равно преподаватели говорят, что сложно, сложно, сложно. Коллеги, вы не слушайте. Если дети... Конечно, я у тебя пошла. Если дети сейчас... Вот вы даже не говорите. У нас сегодня положение такое, у всех одинаковое. Абсолютно. Сложности меня не нужно даже делиться. Но вот в олимпиаде, если дети участвуют... Это мне Владислава сказала, что кто-то там, кто не участвовал, побаиваетесь заданий таких сложных. На самом деле, давайте я вам отдам это сразу. На самом деле, задания сложные... Коллеги, как между нами говорят... Подключите, пожалуйста, там, чтобы не записывали. Между нами говорят, задания даются для 7 класса, иногда для 5. То есть задания для 10 класса не даются. Они олимпиадного характера, олимпиадного уровня, но они не высокого уровня. Я единственный боюсь всегда... Вот я, когда приходили учителя, там, когда подмывали, говорили, трудное... Я говорю, коллеги, единственное, чего я боюсь... Вот сейчас очень много проверок. Проверят эту систему задания и скажут, что делаете. Детей награждают очень хорошо. Ну, в букве, разными гаджетами такими. Не за первые места, потому что дипломы, за хорошую базу. Поэтому часто... Преподаватели. Преподаватели, да. То есть, в работе там получается. А, пожалуйста, пожалуйста, как готовить коллеги специально? Ну, что вы понимаете... Вот сейчас я слушаю, я просто знаю всем... И Елена Олеговна говорила об этом. Вот такие вот задания развивающие. В том числе, задания на работу с информацией. Они теперь включаются везде. Хотя бы в маленьком объеме они включаются. То есть, не просто вставьте губы. Мы всегда даем такое задание, потому что, ну, хотя бы как-то кто-то справится с этим заданием. Задание не тестового сейчас характера будет. Задание обязательно себе и подъяснимое. Хотя бы в одном предложении. То есть, допустим, условно говоря, там ключик-замочек, там песочек-шнурочек, да. Вот выбери четвертый лишний и объясним. Почему? То есть, хотя бы... Вот обязательно связанная речь. Или хотя бы аргумент. За связанную речь дополнительные баллы, если связано, объясняет. А если не связано, ну, просто, допустим, говорить, потому что там суффикс-чик, а там суффикс-син. Это тоже объяснено. Не взять один балл, а зато два балла. То есть, если что приходится. Кабинет кафедры филологического образования. Меня запомнили? А вы в Москве не сказали? Есть леточки-кабинетер дают разноверку. Как правило, в марте бывает. В марте. А в октябре что бывает? Это у вас свой танк? Ну, нет. Свой танк у нас тоже, но в феврале, в феврале проходит. Я имею в виду русский сфотографии. Вы какой? Русский, да? Нет, у нас русский сфотографии не дают. У тебя включены в аркустики какие-то? Ну, если язык, да? Все-таки в русском в марте. Для СПО специально? А? Для СПО? Да, специально. Для системы СПО специально. Я не думаю, что откажутся в этот раз. Я уже, честно говоря, готова отказаться от того, что уже сколько лет устала? Видимо, наши проводят другую тогда. Свою, может быть, какую-нибудь. Видимо, в октябре. Или для... А, у вас есть конкурс такой, да. Я никогда читала документы. Да, да, да. Появление тоже каландских таких. А это городская олимпиада, в которой, простите, этот статус городская олимпиада. Она считается региональной. У нас же регион. Мы просто городская. Да. Интересный вопрос, пожалуйста, кто в этом догоначал? Можно и первым, да. Главное, чтобы не закончили. Мы закончили программу. Кто закончил и диплом какой-то получил, да, уже какой-то сертификат? Все не и должны участвовать. У вас тоже сейчас все по-разному, поэтому с любого курса. Ну, что-то было, наверное, нужно было две площадки. Какой-то соединилось. А также одного человека. Одного? Нет, мы всегда давали разнарядку, если две площадки, две площадки, две площадки, по площадке учителя. Вот представляете? Площадки учителя. Это у вас свое. На этот курс это официально. Так что, коллеги, не теряйтесь, да? Не проводили маленькие такие вот, фрагментарные буквально, потому что сочинение вы назвать нельзя. Могу вот, если вы приходите или негде оставить, у меня есть очень простой. Я, собственно говоря, даже не важно, если нужно, не знаю. Последите за информацией. Мы сейчас на сайте, через некоторое время, не завтра, не послезавтра, но через некоторое время. Я вывешиваю вызовы предыдущих лет. Если вам очень-очень надо, я вам прислать. Могу вы сейчас записи. Можете, я вам переведу. Это шума, не главное. Кстати, мне добавят какие-то будущие задания. Обычно хочу, передавим. Это как раз все из меня. Как раз все из меня взяли, да? Да, одно, одно. Калинин, спасибо, когда вы видите. Можете, нам большое спасибо. Нам так интересно. А вы нам читаете, вот, и на сайте нашел, и подвесит его. Сейчас пойду. Да. И вы не дадут. И вы не дадут. И вы не хочешь. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...